Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители! Это те, кто будет нас видеть на youtube-канале и на facebook sungatesradio.com. Телефон в студии после эфира 847-226-9956 sungatesradio.com. И там есть плеер, где можно слушать все наши программы, а также там есть комментарии и можно задавать любые вопросы. Ну, сегодня у нас интересная встреча. Встреча достаточно необычная. Я хочу представить моего гостя. Это Элла Арбит. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Да, здрасте. Добрый день. Я, ну, во-первых, надо представление. Вы не нуждаетесь. Но могу сказать, что все-таки, тем не менее, Элла является духовным лидером. Она общается, будем говорить, с высшими силами. Не будем уточнять, кто эти высшие силы. Она сама об этом расскажет. Я правильно обрисовываю, как бы, ваше поле, ваш филд? Бог говорит, как будто вы взяли циркль и сделали круг. И попали в точку. Вот он говорит, вот как циркль крутится обычно, входит, допустим, в третий глаз, в этом объеме, и вокруг вы меня обрисовали. Конкретно что? Я говорю, в первую очередь, это я верю в Бога. И от меня нельзя отказываться в этом плане. Я, может быть, лидер, но все-таки я даю дань Богу, что без Бога у меня не было ни знаний, ни здоровья, ни сил. И говорить о силах, очень будет понятно людям. Силы ума, разума, здоровье, это само собой. Но ум, в первую очередь, что же такое ум? Несмотря на то, что я женщина, я считаю себя все-таки не только обаятельной, а еще разумной. И привлекательной. Это вам судить, вам, мужчинам. И, между прочим, женщины, дорогие, любимые соратницы, сотрудницы, потому что все-таки мы трудимся на этом свете, женщины. С наступающим праздником 8 марта. Так хотела, чтобы все улыбались, радовались действительно себе, не только жизни, уникальности своей. Ведь мы так удивительны, и мы стремительны иногда. Я касаюсь всего самого заветного, что есть у женщины. И страхом не надо обладать. Я считаю, все-таки у женщины есть какие-то более-менее ограничения в качестве того, где мы все сотрудничаем. Иногда мы боимся выйти за грани себя. Иногда мы боимся своего собственного духа, потому что у нас, у милых наших, не так много духа по отношению к мужской половине нашего счастья. Немного нужно поднимать дух. Почему? Иногда теряются наши мужчины. Я осталась вдовой. Хорошо, что мой муж был очень теплым, хорошим, недолгожителем, конечно, но он стремился к тому, чтобы я не страдала после его смерти. Он всегда мне уговорил, не убегай из жизни, не убегай от себя, не стремись к тому, что меня нет. Говори о том, что у тебя есть, и что у тебя будет, и что возможно у тебя в жизни. Итак, итак, вот что возможно у нас в жизни? Вот мы встретились сегодня с Михаилом. Ракурс какой? Вперед за победой, к Богу, за деньгами. Мы сегодня начнем новый цикл. Мы говорили о днях здоровья. Верно, Михаил? Мы в прошлый раз говорили о днях здоровья, о том, что Бог хотел для нашей эмиграции. Так что циркулирует мнение, что Бог здесь есть и помогает нам. Да, мы никогда не говорили, кстати, о деньгах. Мы все время говорили с вами то ли об общении с высшими силами, с богами, или же мы говорили о здоровье, действительно, о духовном здоровье, о душевном здоровье, о физическом здоровье, но мы никогда не говорили о таких вещах, как материальные какие-то ценности. То есть я полагаю, что вы это видите вот на этом этапе именно в таком плане, что все-таки материальный мир, он существует, и все-таки нам надо как-то функционировать в этом материальном мире. Обязательно. Обязательно. Это часть завета. Я имею детство с Богом. Для меня это уютная тема. Почему? Потому что Бог мне стал приносить мнение о том, все-таки, что же такое финансовое счастье. И он хочет сказать слово счастье. Давайте не будем закрываться и говорить, уютно или неуютно это. Неуютно, когда нет. Хорошо, когда есть. Но, может быть, и хорошо, и уютно тогда, когда ты не грабишь свою душу, когда ты не заглядываешь себе в карман и не находишь последнюю монетку. То есть рациональный ум, я повторяю слово рациональный ум, умного женского ума, мужского ума, в этом плане мы должны быть неограниченными людьми, должен уметь начать с чего-то доброго. Почему все-таки я считаю, что это физиологические качества человеческого ума? Физиологию учусь тоже. Я знаю физиологию, я медик. Во-первых, я медик. Я аспирантка университета интеграционной медицины. Но это не преподавалось в университете, между прочим. Мы изучали в этом, мы изучали там mind, body and spirit, мы изучали, но конкретно абсолютно никто абсолютно не знает. Бог начал со мной говорить, что такое завет. В его завете с нами, у добрых людей есть все. Нет ограничений в этом плане. Он не учит ограниченности. Ограниченность приходит от дураков, но он не растит их. То есть развращенцы могут говорить, нет, нельзя, а подагрупу пусть они имеют, а не деньги. Польза. Что такое польза? Во-первых, мы очень образованные люди. Наши эмиграции, наши русские умы, может быть, чем-то небогатые, но мы стремительные люди. Мы влились в эту организованную среду, где есть stock market, где есть потребление чего-то, где есть принадлежность к чему-то. Мы все забираем общество, может быть, очень мало, потому что мы очень в этом плане иногда скромные. Наши русские умы довольно скромные. Мы радуемся, чему есть, но иногда поворачивается судьба так, что уходит, а мы теряемся. Мы ужасны себе в тот момент. Многие приходили ко мне на встречи и говорили, боже мой, я пропадаю, мой бизнес пропадает. Что мне делать? Приходили люди, я не беру эту информацию ва-банк. Страдающих много. Многие скромные не будут об этом говорить. Элла, ну, вы сейчас говорите о том, как вот эти материальные ценности, которые все-таки всем нужны, ну, в конце концов, мы должны как-то работать, обеспечивать себя, оплатить наши суда, оплатить наши долги и так далее. Как вы предлагаете? Ну, вот я, допустим, функционирую, ну, вот так, как я функционирую за вот те годы, то, что я нахожусь и там, и здесь, как-то, вот, посещая восточные страны, я как-то пришел к какому-то определенному выводу, и у меня есть моя позиция, и у меня есть мой путь, как я вот функционирую в этом материальном мире. Расскажите вначале, как вы это предлагаете? Вы сейчас сказали вот такую интересную фразу о том, что к вам приходили люди и, так сказать, советовались по поводу бизнеса, который не идет. Каким образом вы им можете помочь и помогали? Я предлагала слово только Богу. Бог предлагал. Это разительное понятие о том, что я и что Бог. Я не открою рот, пока я не спрошу о Бога. И Он никогда не станет со мной рядом, если я буду корыстна в этом плане. Но с чего мы начали с Богом? Мы начали изучать, что такое сокровенность. Мы изучали, что такое нестрадание. Мы приходим растить себя и отожислять себя с Ним. Растить этот дух, вот, допустим, вы можете сказать, отожислять с Ним, я могу добавить. Но это еще план здоровья. Почему мы начали именно с этого финансово, физиологического, нормального здоровья? Потому что это нормальный подход. Иметь это хорошо. Жадным быть это плохо. Вы знаете, извините, я вас перебью. У меня буквально пару дней тому назад была очень интересная программа. Из России женщина. Она духовный лидер, мастер. Просветленная личность. У нее шестеро детей. Это дети Индиго. И она делает очень много программ, обучая именно подготовке вот этого материального нашего тела. Как все-таки функционировать, поскольку тело – это только тело. Но мы знаем о том, что мы body, mind and spirit. Тело – дух, душа или ум и так далее. Так вот, я с ней, когда беседовал, она говорит, ну, казалось бы, человек себя разрушает, потому что он неправильно себя ведет, он неправильно ест даже. То есть мясо, допустим, оно разрушает, алкоголь разрушает, к примеру. Это так говорит она. Я спрашиваю, а скажите, а как тогда, что вот все, ну, кто-то не готов к этому. Она говорит, в этом-то вся и причина. То есть, в принципе, можно просуществовать на одном яблоке в течение дня, но человек не готов ни ментально, ни физически, ни психологически, он не готов к тому, что те вещи, которые он употребляет в пищу, из-за чего он потом страдает, атеросклероз, это же как бы известная вещь, это именно причина, это, ну, так во многих источниках говорится, мясоедение. Так вот, если бы человек был бы готов, тогда было все в порядке, потому что если он переходит на вегетарианский образ жизни, а его ум, скажем, к этому не готов, то есть так вот он себя настроил на это, этого мало. Так я вот поэтому и спрашиваю, то есть вы как бы готовите этих людей к существованию в этом мире, я сейчас не говорю там о питании, а именно вот материальных бенефитов, правильно? Я коснусь питания, между прочим, это очень все добрые темы. Во-первых, ограничений никогда нет, Бог не занимается ограниченностью, все, что выращено на земле, это способствует Он, это растет с Его доброй любовью. Моё питание не ограничено, я абсолютно здорова, как я достигла этого, я могу говорить, поэтому мы предлагаем наши новые встречи о добре. Я не буду согласна с ней, я не буду торжествовать в этом смысле, где нет чего-то и придумывать какие-то, Бог говорит, это грязные мысли. Ну понятно, у каждого своя дорога, каждое свое учение и так далее. В обществе, где есть социализм, может быть там ограниченность существовала, в наше время в богатой стране не должно быть, во время передачи нельзя все рассказать, во время встречи, вот давайте лучше расскажем, когда у нас встреча состоится. Давайте радушно пригласим людей на 2 апреля в 12 часов дня. 2 апреля это суббота, правильно? Суббота, да. Какой ваш адрес, пожалуйста, объявите. Да, ну пожалуйста, конечно, дорогие друзья, я хочу действительно сказать, Элла меня немножечко опередила, дело в том, что мы планируем в рамках этой нашей программы совместной, совместной программы Центра Сангейт, Сангейтс Радио вместе с Эллой Арбит. Такие устраивают встречи, мы об этом уже говорили, с прошлого года говорили, но как-то все не доходило до конкретных вот таких вот вещей, было несколько презентаций, было достаточно много людей на этих презентациях, программы на радио у нас идут. Ну вот мы сейчас планируем все-таки как-то более систематически, более не просто так встречаться, а периодически, а вот конкретно, ну не знаю, раз это Элла уже нам скажет. Ну вот первое такое и организационное, с одной стороны, с другой стороны, настоящее такое занятие пройдет уже 2 апреля, это суббота в 12 часов дня, у нас в Центре Сангейтс по адресу 395 East Dandy Road, это Виллинг, зип-код 60090, это угол Данди и Милоки, Риверсайд Плаза. Ну многие знают, естественно, те, кто нас слушают, знают. Мы подумаем, как это сделать, мы в дальнейшем будем отключать людей, которые с нами могут общаться только по интернету, это те, кто живут на территориях других городов и стран или в отдаленных районах, даже Чикаго. Поэтому тут нет препятствий к этому, каким-то образом мы обеспечим вот это живое такое общение, и вы на своих компьютерах все это можете видеть, сейчас такие возможности уже есть. Что будут на этом занятии? Давайте вот вы свою часть, потому что мы с вами говорили о том, что в принципе идея-то похожая, пути просто разные для достижения цели, то есть мы понимаем, что мы все-таки духовные существа, материя все-таки вторична, как у нас было в диалектическом материализме, научном коммунизме были такие предметы, что первична материя или сознание. Ну вот, теперь уже, наверное, мало кто будут спорить о том, что материя все-таки не первична, и материя первична, а сознание вторична. Даже не вторична. Окей, видите, какая интересная вещь, ну мы обо всем об этом поговорим 2 апреля, но удаляясь от всяких научных, диалектических и так далее, коммунизмах и социальных, коммунизмах по-простому, по-народному. Вот я функционирую в этом материальном мире как образователь по бирже, стак-маркет. То есть вот на бирже, на стак-маркете я, скажем, зарабатываю деньги для того, чтобы интересно осуществлять мое главное предназначение. Оно заключается не в том, чтобы зарабатывать деньги, тем не менее, потому что бизнес это бизнес, это все-таки немножко не то, что меня теперь уже интересует. А вот центр Сангейтс, он как-то должен крутиться, как-то оплачиваться и так далее. Тем более, что у нас открыт фонд. Фонд на образовательные программы для тех людей, которые не смогут, которые, ну, по своему финансовому положению не могут действительно оплачивать какие-то, они все-таки более-менее дорогостоящие какие-то программы обучения. Вот такой фонд открыт, поэтому, скажем, если я даже делаю консультации, то я лично себе вот эту зарплату как бы не беру, я ее отправляю в этот фонд. Вот когда будет там определенная сумма, из нее выходит потом оплата и преподавателей наших, и студентов, которые не могут себе это получить. Ну, вот все это я получаю с точки зрения стак-маркет по-английски или биржа по-русски. И у меня существует школа и на английском, и на русском языке. И это то, что я, так сказать, вот материально могу обеспечивать. Элла, ваша часть рассказывайте теперь нам. Пожалуйста, с удовольствием. Что касается нашего сознания или создания. Во-первых, Бог первичный. От него исходят все наши клетки, все органы, все знания. И я говорю, не оговариваясь о умном качестве человека. У частью Бога, частично готовясь к этой передаче, он мне предложил вот такую информацию. И обратите внимание, пожалуйста, слова будут Бога. И часть меня, как пророка, будет сейчас работать. В нашем организме, особенно в молодом, живом, здоровом, спокойном, тихом организме, есть вилочковая железа. И в первую очередь я хочу заметить, что в молодости она функционирует намного громче и спокойнее, чем потом. Приток энергии к этой вилочковой железе не приходит никуда, ни откуда, а только от Бога. Это единственное царство небесное, касающееся гнездо, куда Бог еще может вложить свой код любви. Теперь, у меня этот код функционирует на постоянной основе. Бог бережет мое здоровье. Вчера я целый день функционировала, я плыла в любви, он ритмически работал с моей железой. Я не могла даже выйти из этого цикла, когда мне стало совсем уже нехорошо. 7-8 часов прошло, я уже просто стала немножко дуреть. Меня Архангел Михаил немножко вывел из этого сознания. Я работала на 99%, но, во-первых, иммунная система работает отлично. Это святая железа, Бог говорит. Это святость. Но для чего мы сейчас на радио говорим? Причем, как это связано с деньгами? Во-первых, покой и сознание приходят туда более спокойным, более способным. Когда, вот допустим, он говорит, годовалый ребенок намного способнее. Правда ведь? А функция не унижена, как он говорит. У ребенка, слава богу, все. И ничего не касается этой железы. Он касается этого ребенка, не боится доставить удовольствие этому ребенку. Ребенок не плачет, может быть, уже год, уже более спокойный такой ребенок. Там программа записана только от любви. Вилочковая железа написана на любви. Другие на святости, на святости тоже растяжимые. Пожалуйста, приходите на лекцию, я буду больше говорить об этом. Я вибрационно вам дам почувствовать от Бога, потому что я работаю на коде любви. Его рука будет притянута всем. Пожалуйста, обратите внимание. Во-первых, он говорит, не забудь отметить, что это будет 30 долларов за эту встречу. Почему он еще так говорит? Потому что иногда унижают нас, здоровых людей, и хотят прийти бесплатно. Он говорит, это проступок, а не поступок. Ну, на самом деле, действительно, 30 долларов, это не такая большая сумма, но там люди от этого получат... Им назначено, между прочим. Получат свои бенефиты, которые стоят значительно больше. Это просто, так сказать, первая такая встреча, и это, ну, для тех людей, которые просто не знают, о чем идет речь, потому что, на самом деле, ну, скажем, моя программа или моя там презентация, только она одна стоит значительно дороже, потому что можно очень много получить. Да и время потраченное на это, конечно же, должно как-то каким-то образом возмещаться. Вот, поэтому, да, дорогие друзья, еще раз повторю, 2 апреля в 12 часов дня, 395 из Данди Роуд на втором этаже, комната 400. Я не назвал первый раз комнаты 400, это большая комната, и там достаточно много людей могут поместиться, и, в общем-то, вы ознакомитесь, кто у нас не был, а то, чем занимается Центр Сангейст. Ну, естественно, у нас будет программа, вот, целый арбит, ну, я буду тоже там, естественно, присутствовать. Элла, хорошо, скажите, вы, вот, говорите о таких вот вещах, как какие-то матрица, матрикс, да, вы говорите. А что это такое? Ну, это тоже святая манифестация, не включать в себя деньги, она не запрограммирована, матрица на деньги. Это духовная какая-то матрица, получается? Матрица, это, может быть, следующую передачу мы запишем, может быть, я коснусь матрицы, когда люди придут, во время, чтобы не сместить немножко сознание, он просит, чтобы, может быть, вы не оговорились, может быть, если кто-то заинтересован только в этом, то я сделаю, может быть, отступку во время этого и 15 минут сделаю презентацию. Матрица, это шикарная вещь. Матрица, я люблю матрицу, я обожаю матрицу. Матрица, это точность, любовь, концы ко всему мирному, спокойствию, никаких пройдок в твоей жизни нету, ответственность. Но это всё части того, что Бог мне давал, и я продолжаю это давать людям. Я люблю себя за то, что я это всё предлагаю людям. Это представительно, очень представительно. Но почему мы хотим всё-таки сосредоточиться, вот отец и с матерью стоят возле меня на 2 апреля, чтобы люди мирно пошли вперёд. Они знают, какие финансовые проблемы будут впереди у жителей Чикаго. Они не хотят никого страшить, но они хотят дать людям волю. Волю можно от Бога получить просто так. Это его намерение. Я говорила, у меня были передачи очень много с Евгением Калкевичем на YouTube. Пожалуйста, посмотрите. Я представляю собой светлых людей. Я не казначею Бога. Я не буду спрашивать... Мне достаточно, может быть, лично, чтобы спросить, почему ты это хочешь сделать. Он даёт. Он даёт и спасибо. Что спрашивать, когда там всё сверху, и так всё понятно, и видно, и известно. Ну, кому-то, может быть, непонятно. Может быть, кто-то хочет задать конкретно эти вопросы. Пусть тогда они спросят. Я им дам возможность тоже. В груди у них ещё есть, кроме этой железы, ещё есть дух, есть святость. Если кто-то потребует большего, я их подключу к Богу. Пусть Божник им конкретно ответит. Я считаю своим... Даже если там есть позор, пусть Бог им скажет, что это позор. Ребёнок не спрашивает. Но конкретно вот, что есть Бог, который хочет вести завет. В заветности пишется, что можно помогать человеку. Наступил момент. Во-первых, я много лет уже стою здесь на радио и много освещаю. Вы освещаете. Люди уже светлые, светлее, мать говорит, и уже догадываются, что что-то уже есть. То есть, пора, он сказал мне буквально два дня назад, я ждала его слова, но он сказал пора. Пора почему? Потому что более умный период начался. Включая себя финансово, мы же не глупые дети, мы всё взрослые дети, мы хотим праздновать, мы хотим не считаться, мы хотим, и мы можем, и мы должны, мы не обязаны. Обязательств нету. Не у меня перед людьми, и пусть передо мной тоже не имеют никакие обязательства, мне, может быть, бы хотелось бы, но это было бы неправильно, это было бы недостойно и настойчиво. То есть, я только передаю слова боженьки, которые очень любят своих детей, они влюблённые в детей. Я тоже такой же самый ребёнок, и я не глава этого казачества здесь. То есть, достоинство просит, может быть, достоинство прийти, помочь себе. Почему я ещё, может быть, немножко на надрыве каком-то сижу, потому что я боюсь иногда за людей, я боюсь, что они, может быть, меня не услышат. Я говорю от добра, не от торжества, я не торжествую на этом моменте, но не убей меня, во мне говорит, но не отдайте когда-то свою душу в последний момент какому-то недорогому делу. Не сорвитесь с пути, если вам хорошо, продолжайте идти выше, не нуждайтесь когда-либо дальше. Всегда что-то поворачивается, или болезнь, или банкротство, или смерть чья-то. Не надо быть глупенькими, нужно стоять в добре, лучше начинать. — Элла, у вас буквально неделю тому, или полторы недели тому назад была тоже программа на нашем канале SunGate Radio, но это была у вас беседа с нашим американским менеджером на английском языке. Это была достаточно длинная программа, кстати, дорогие друзья, она выложена на sungatecenter.com, у нас есть два канала, русскоязычный это sungateradio.com, а sungatecenter.com это только на английском языке. И поскольку эта программа была, интервью было на английском языке, то мы ее туда поставили, и ее можно будет тоже послушать на канале YouTube. Вы не поделитесь, о чем вы так долго с ней разговаривали? — Не нельзя было от меня оторвать. Во-первых, это сногсшибательная тема, я единственная в мире, которая знает это. Но вопрос не в этом, я даже стесняюсь сказать. Я бы не советовала всем слушать. У нас разница, ментальная и творческая разница в нашем духе, в нашем творении, и Бог говорит творение, потому что он заместитель творения, я его не замещаю. Но он со мной говорит очень чисто на тему, что такое наш ум, извините за выражение, их не старание познать мир. Я боюсь даже говорить, я не буду, я не справлюсь с этой темой. Они могут послушать, но не принимайте в сердце это все, не берите, не переваривайте. Просто ради Бога, послушайте, если вы хотите, я из уважения к вам, вы заметили, вспомнили. Поэтому я оговариваюсь немножко. Но со мной он обязан говорить, найти, это секретная информация, sacred, very sacred информация. Я единственная, которая дозволена была знать, пока на данный момент будут другие люди, может, после меня. Не знаю, это уже часть Бога, который будет решать. Если я не справлюсь, не успею, то он кому-то доверит, может быть, эту часть. Но на данный момент есть разница не в мышлении, а в творческой мысли, как мы к ней подходим и как американцы подходят к ней. Авторитет и мы, и они, но в разных областях немножечко. И он по-разному чуть-чуть нас ведет. Но совмещать пусть и можно. Он меня учит на третьем пути. Я только от Бога знаю. Я не иду ни по первому, ни по второму. У меня другая часть пути. Но я дышу им. У меня свободная душа. У меня нет мнения, если не спрошу у отца. И он мне не позволит. Потому что он знает, что он все-таки знает меня лучше. Ну, хорошо. Но, да, трудно было вас друг от друга оторвать. Она не могла оторваться от меня. Шерон, да. Ну, вы знаете, Шерон, она сама по себе, она занимается Акаши рекордами. А у вас вот как-то проскользнуло в нашей беседе о том, что вы и так это знаете. Вам не надо заглядывать туда, в Акаши рекорд. Это минимальный уровень. Да? А объясните, о чем идет речь? Есть запись, есть запись, которая минимальна. И стандартные умы, я говорю о лучших умах, идут спокойно по жизни, ничего не понимая, приходят к Богу под конец на последнем вздохе и говорят, а? Он говорит, где же ты был? Это Акаши рекорд. Я изучала с Богом, и мне сказали, не позволим тебе туда идти. Во-первых, это sacred информация. Никогда не пойду. Я туда никогда не пойду. Это некрасиво вмешиваться в его запись, в его путь. И, мало говоря, грубо говоря, это нестабильные люди, которые ходят туда. Но опять, она очень красивая женщина. Я вижу ее сердце, я вижу ее суть. По сути дела, она еще до конца не знает, что это некрасиво. Я не буду убеждать ее ни в чем. У меня нет направления от Бога на то, чтобы ее убеждать. Это ее творение, это не творческий путь. Ну, на самом деле, ведь у каждого есть свой путь, так скажем. Судить мы не можем. Мы можем каким-то образом, допустим, подсказать, можем каким-то образом посоветовать. Но мы не можем ничего сказать, это правильно или, допустим, неправильно. Можно. Есть чистый, четкий, блестящий путь. Еще раз, есть же люди, которые... Есть разные пути. Правильно. Но если люди, допустим, находятся на уровне начальной школы, elementary school... Их можно поднять. Можно поднять, но надо время для того, чтобы их поднять. Можно быстро. Надо... Ну, наверное, можно. Есть и, скажем так, в ведических традициях есть разные пути. Есть восьмиступенчатая система йогов. Есть бхакти-йога, где только поклонение Богу может как лифт вознести прямо вот туда, вот на самый верх. Можно, да. Я сейчас о другом говорю. Я говорю, как те люди, которые хотели бы заглянуть туда, вот куда-то заглянуть, и понять, в чем их проблема. То есть, если мы говорим об Акаше-рекорд, то там, допустим, да, допустим, вот там видны наши прошлые жизни. И тогда, зная нашу прошлую жизнь, как бы те прегрешения, которые мы там совершили, мы можем понять, почему у нас сегодня вот такая вот ситуация. Скажите, вот к вам часто обращаются наверняка люди, которые просят вам помочь, и вы. Вам не надо обращаться в Акаше, вы и так это все видите. Да. Как вы им помогаете? И помогаете ли вы им? Бог. Бог помогает. Обязательно. Ну, понятно, что Бог помогает. Ну, окей. Если есть такая просьба, я буду быстро говорить, я не буду оговариваться, я скажу такую вещь. Что касается менталитета нас, русских, Бог только требует принципиально идти, потому что мы принципиальные люди. Как у индусов, у нас этого нет. Мы можем баловаться, играть, быть храбрыми и спрашивать у них, это все равно не наша суть. Вы ищете смысл, вы ищете смысл, вы ищете суть, вы ищете превосходство. Я иду только по одному Божьему слову, я не рассчитываю свои шаги. Как Бог хочет, так я иду. Это другой путь, это еще четвертый путь, это есть пятый путь. После этого много путей, которые Бог возносит человека, он возносит по принципу своему, он никогда никому не будет рассказывать. Ты идешь скромно, отчетливо и чисто. Это путь Бога, это не написано вообще нигде. Он выбирает таких людей, он, это называется, если кто-то сегодня на фейсбук смотрел, о чем я писала, choice. Ты становишься choice. Choice имеет превосходство перед всем. Ты не выбираешь, не ожидаешь, она приходит, она само, она льется, как красивая река любви. Она приходит, и я обалдею от того, что я говорю, боже мой, я ж только знаю, столько хочу, как, он говорит, по очереди. Нужно быть очень спокойным, нелогичным человеком, потому что его любовная логика превышает все наши логики. Но мы зашли немножко вперед. Может быть, кто-то пойдет по логике любви. Я благодарю вас за то, что вы не помешали, может быть, этому переходу какого-то человека. Очень много способных наших людей. Но принцип наших русскоговорящих – это сердечность. Намного глубже, чем представители этой страны. Они приятные, они доходчивые, они, так сказать, искренние. Мы глубже, мы абсолютно другие. Мы мыслям иначе, и мы обязаны так продолжать мыслить. Почему? Бог не хочет, чтобы искоренялась. Во-первых, нельзя страдать и стесняться этого, это раз. Это неблагородно по отношению к себе, к своей семье, это два. И в-третьих, когда же жить, если мы будем постоянно что-то перекраивать у себя, внутри себя? Это очень сложный подъем, если начинаешь копаться в себе. Нужно радоваться себе. Как радоваться? Давайте будем говорить. Давайте приходите 2 апреля. Кому что нужно, задавайте вопросы. Скромно говоря, Бог всегда присутствует. Вы чувствуете его вибрацию. Это изначально происходит, когда Бог есть. Люди знают, они тают в Боге. Они тают в нем. Я не первая неделя танка, люди приходили, есть свидетели торжества. У меня немного учеников, потому что Бог не разрешает. Один на один со мной очень редко. Но в данный момент настолько уже несложно это все, что группы, пожалуйста, в Чикаго, это первый город, где мы начинаем такие, грубо говоря, группировки. Касаться здоровья, подниматься выше на денежном уровне, на радостном уровне, на творении. Творить нужно уметь. Не просто любить, а уметь. Хорошо. Ну, дорогие друзья, мы благодарим всех, кто слушал нашу программу. Элла, огромное спасибо вам за ваше время. Как всегда, это было удивительно интересно. И буквально в ближайшем времени эта программа появится для общего, так сказать, обозрения. И люди смогут ознакомиться с этим. Она будет выложена и на YouTube, и на Facebook, и на наших каналах. Это SunGate Radio. И те, кто захотят задать вопросы, пожалуйста, еще раз повторю, sungatesradio.com. Это наш веб-сайт, тройное W, 847-226-9956. Или кто-то, может, захочет вам позвонить. Вы можете сказать ваш телефон? С вопросом 602-571-0239. И, пожалуйста, я хочу еще добавить... Area-код 602. 602-571-0239. 571-0239. Дорогие друзья, это телефон Эллы Арбит. Кто хочет более подробно узнать о этой программе или просто задать ей вопрос, пожалуйста, звоните. Еще что я бы хотела добавить, что Бог меня направил к Мише, к Михаилу, за тем, чтобы он показал мне, как работает стакт-маркет. У меня неопытный взгляд на вещи в этом плане. Я держала деньги в фиделити, но Бог сказал к Мише, нужно обращаться. Я обратилась к Мише. Значит, он способствует моему росту. И я с удовольствием буду учиться, потому что бояться невозможно. Нет необходимости бояться. Нужно учиться, нужно прозревать и радоваться этому. Ну, вот на ваших глазах сегодня в реальном времени, сколько вот мы с вами, во-первых, беседуем, уже подготовка была. То есть сейчас только полодиннадцатого, скажем, утра у нас, полодиннадцатого. Забираем час полдесятого. Значит, маркет открывается у нас с половины девятого. То есть один час времени, когда, так сказать, стакт-маркет открыт, вы видали в реальное время, что было на этом маркете, какие там были цифры. Да, я видела, Миша, торжество, его искренность по этому отношению. Торжество, это вы знаете как, я бы не сказал, что это я радуюсь вот таким вот я. Ну, конечно, это приятно зарабатывать, да? Но дело в том, что есть очень интересный автор российский, его зовут. Он написал «Транссерфинг реальности». Многие из них, естественно, читали. И вот он в одном месте пишет, ну, не в одном месте на самом деле пишет, это не только он написал, многие описывали это. Речь идет о том, что ко всему надо относиться и не зацикливаться на результаты, то есть, а на процессе. Результат придет. Вот если мы будем зависеть от результата, тогда у нас довольно сложно это будет получаться. То есть, и поэтому я в стак-маркете, я ориентируюсь на какую-то комбинацию, как в шахматной партии, когда я когда-то вот неплохо играл. И я там пытался рассчитать эту комбинацию, чтобы быть впереди моего партнера, тогда я, конечно, буду иметь преимущество. То же самое я делаю и здесь. И вот когда эта комбинация осуществляется, когда она приходит туда, именно в ту точку, которую я планирую, это мне интересно. А результат, он, естественно, был. И если говорить о том, что сегодня то, что я вижу, то, ну, это достаточно неплохой день за один час. Это довольно много, я бы так сказал, результат. Да, Бог говорит, это часть спонтанности. Очень хорошо изучать спонтанность в этом плане. Спонтанность приводит к стальным нервам и к доходу. Стальные нервы я во время передачи не буду рассказывать, пусть приходят. Я объясню, что такое эндокринологические, это хорошо для здоровья. Это все плюс-плюс-плюс-плюс. Так что, пожалуйста. Да, дорогие друзья, видите, как много интересного мы имеем возможность узнать, придя именно 2-го числа, 2-го апреля, 12 часов дня, в центр Сангейтс, комната 400, это второй этаж, Плаза, где находится магазин Остап, книжный магазин Остап. Ну, все, наверное, знают это, и те, кто у нас не были, но на самом деле достаточно много людей у нас уже побывало. Еще раз, Элла, большое вам спасибо, дорогие друзья. Еще раз и вам спасибо за то, что вы нас слушали. Ну, и на этом наша программа заканчивает целый орбит. Она буквально завтра уезжает. Ее ждут в других городах и штатах. Ну, вот, через 2 недели она опять возвращается в Чикаго, ну, и мы встретимся. Всего доброго. Слава Богу и здоровья нам. Счастья, настроения, удачи. И с 8 марта. С 8 марта, и имейте в виду, у нас скоро солнечное затмение, как раз-таки в ночь с 8 на 9 в Соединенных Штатах, и об этом мы будем говорить буквально завтра. Еще раз, всего доброго. Счастья, радости вам. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok